Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире влияние милитаризации на права коренных народов. 16-е заседание экспертного механизма по правам коренных народов. Десятилетие языка коренных народов. Мир. 16-я сессия экспертного механизма по правам коренных народов. Интервью Гидзио Маркусян на заседании экспертного механизма Женевской палаты коренных народов наций. Сыны Западной Армении Эрик Абрамян. Вопросы армян Западной Армении. Европарламент обвинил Баку в подкупе депутатов в ПАСЕ. Армения завивала пять медалей на Международной Олимпиаде по физике. Госпожа президент, поскольку я выступаю впервые, позвольте поздравить вас по случаю вашего избрания. Благодарим секретариат за работу на тему влияния милитаризации на правах коренных народов. Для всех нас очевидно, что это очень актуальная тема. Я буду основываться на материалах своего доклада, отправленного в секретариат. Состоявшаяся на прошлой неделе в Вильнюсе встреча и решение об усилении турецкого военного аппарата означает, что сейчас открыта дорога для бомбардировки оккупированных территорий Сирии, Ирака и Западной Армении. Иными словами, поджечь всю Малую Азию и Ближний Восток. Это приведет к уничтожению всего коренного населения. Мой долг – привлечь внимание международного сообщества в защиту коренного армянского населения Арцаха. Призываю президиум, государство-члены и специального докладчика прислушаться к моей просьбе. Азербайджанская блокада армянской территории Арцаха, которая продолжается более 7 месяцев, ее полная изоляция после войны 2020 года привела к чрезвычайному гуманитарному кризису. 120 тысяч армян Арцаха ежедневно живут под угрозой физического уничтожения, потери Родины, этнических чисток, лишения Родины и своей земли. Ситуация усугубляется с каждым днем. Жизнь людей под угрозой. Вооруженная блокада со стороны Азербайджана лишает возможности получения медицинской помощи. Заявление международного сообщества об отделении Арцаха не имеет практических последствий. Азербайджан продолжает бесчеловечные отношения и преступную политику этнических чисток Арцаха. Сегодня мы говорим о предотвращении милитаризации территории коренных народов, входящих в состав государства Западной Армении с 1920 года, чему есть доказательства, цель которой продолжит геноцид коренных армян, присвоив святую землю. Все это должно быть немедленно прекращено. Но Азербайджан должен покинуть все территории коренных народов, которые наш народ занимает в соответствии с признанием нашего государства по уставу ООН, запрещающим применение военной силы и уничтожение коренных народов. Ни одно государство не вправе безнаказанно истреблять коренное население. Благодарю, госпожа президент, председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян. Десятилетие языка коренных народов мира. 16-я сессия экспертного механизма по правам коренных народов. Госпожа президент, если кредо глобальной программы действия десятилетия языка коренных народов никого не оставлять без внимания и никого не исключать, то что происходит, когда коренное армянское население Западной Армении подвергается давлению более чем столетней незаконной оккупации земель, принадлежащих им по международному праву, оккупации, влияющей на жизнеспособность языка, который, напомним, является одним из генетических ресурсов. Как быть, когда говорящие на одном из армянских диалектов коренное население Арцаха в рамках программы геноцида, пережившие войну, более 7 месяцев находятся в полной блокаде, оставаясь отрезанным от мира. 120 тысяч жителей, согласно соответствующей программе, подвергаются уничтожению турецко-азербайджанскими войсками. Вопрос языка коренных народов не может рассматриваться, не учитывая тот факт, что истребление является одним из последствий исчезновения языка. Без учета оккупации земель как фактора искренения, который оставляет след в нашем языковом самовыражении, глобальный план действий отмечает мобилизация коренных народов как передающих изменения, обеспечивающих передачу своего языка из поколения в поколение в качестве посредника, имея на это право и обязанность. Мы просим экспертный механизм провести конкретные процедуры для содействия развития армянского языка Западной Армении и его арцахского диалекта в рамках проектов, которые мы готовы представить. Было бы интересно составить список языков все еще существующих коренных народов, призвав каждого уроженца, говорящего на родном языке, перевести декларацию ООН на родной язык. Также желаем послать вам декларацию ООН о правах коренных народов, переведенную на армянский язык. Спасибо за внимание. Министр иностранных дел Западной Армении Лидия Маркосян. Интервью Лидии Маркосян на заседании экспертного механизма Женевской палаты коренных народов нации. Наша правительственная структура и общественная организация сегодня единственная в мире, которые выдвигают на первый план международные арены вопрос прав коренного армянского населения Арцаха. Здравствуйте. Сегодня мы находимся во Дворце нации в Женеве, в зале Совета по правам человека, где Ассамблея армян Западной Армении и Национальный совет Западной Армении выступят в рамках 16-й сессии экспертного механизма коренных народов. Повестка экспертного механизма по различным вопросам направлена на права армян Западной Армении, сделав их услышанными международным сообществом. В частности, речь идет о влиянии милитаризации на права коренных народов. Ассамблеи Совета Армян Западной Армении в лице председателя Арменака Арбраамяна выступили с речью, в которой было разъяснено, что влияние милитаризации представляет непосредственную угрозу для населения Арцаха. Тем не менее, напомним, население Арцаха является коренным, имеет права, признанные в Организации Объединенных Наций. Территория Арцаха является неодремлемой частью, признанной 1920 году Армении, продолжением государства Западная Армения. Народ Арцаха может защищать свои права. Мы здесь, чтобы донести это до международных инстанций. Мы заявляем, наша правительственная структура и общественная организация единственные в мире, которые сегодня на международной арене защищают права коренного армянского населения Арцаха. Вопрос назрел. Население Арцаха уже более 7 месяцев находится в блокаде, что неприемлемо как для населения, так и для всего пострадавшего армянского народа. Международное сообщество уже слышало данное выступление. Мы работаем на дипломатическом уровне, чтобы вопросы были решены как можно скорее. Невозможно представить, что государства смогут таким образом развивать свой военный аппарат. Растущая милитаризация Азербайджанной и Турции будет иметь последствия не только для территории Западной Армении, но и для Ближнего и Среднего Востока. Обращаем ваше внимание на данный вопрос. Вспышка гнева близка. Ее следует как можно скорее пресечь. Сыны Западной Армении Эрик Абрамян. Эрик Абрамян родился со 2 ноября 2001 года в городе Армавир Армавирской области. В пяти лет занимался спортом, бои без правил, футбол, борьба и китайский бокс. Воспитанник отдельной роты особого назначения Артиф-13, общественной организации родственников пропавших без вести Азатамартиков Армавирской области Амака. Учился на втором курсе Тернопольского национального экономического университета по специальности финансы, банковское дело и страхование. В 2019 году призван в армию. Служил в Мартуне-3 Арцаха. Артиллерист. Во время Второй Арцахской войны находился на 146-й позиции Мартуне в 50 метрах от врага. Будучи артиллеристом, благодаря точным расчетам и оперативности, нанес многочисленные сокрушительные удары по врагу, уничтожив живую силу и технику. С родителями, родными, родственниками и друзьями в последний раз общался в свой день рождения 2 ноября. Ночь на 3 ноября Эрика переводят в Мартуне-2, где идут ожесточенные бои. Эрик был артиллеристом. Друзья утверждают, что имел отличный прицел, был метким стрелком. Ни один враг не ускользнул от его выстрелов. 3 ноября, получив тяжелые ранения, друзья пытались помочь ему. Чтобы спасти жизнь друзей, сказал следующее. «Ребята, бегите, уходите, за мной придут и заберут меня отсюда». Увы, но это были последние слова Эрика. Эрик погиб 3 ноября. Посмертно награжден медалью «За отвагу» «Боевая служба», ранее медалью «Тигран Мец» Академии Аспекта Международной Безопасности, медалью «Боевой крест» 1-м полком по инициативе общественной организации родственников, пропавших без вести азотом артиков, памятной медалью «Артив-13». Награжден многочисленными почетными и благодарственными грамотами. Вопросы армян в Западной Армении. Армянская кошенель «Вортанг Кармил» получила свое широкое распространение во время арабских нашествий VI-IX веков. Его называли чудом Востока за целебные свойства и приятность для глаз и вкуса. Красный краситель использовался для королевских и католических печатей. Им красили королевские платья, из него делали омолаживающие и сохраняющие кожу масла. Есть сохранившиеся упоминания, свидетельствующие о том, что красный также использовался для придания румянцу лицу. Данный краситель имел широкое применение в медицине, и его использовали как жаропонижающее антисептическое противовоспалительное средство. В одним из своих трудов великий армянский врач Амирдо Влад Амисиа Ци приводит интересную информацию об особенностях этой краски. Краска использовалась в миниатюрной живописи. На стены росписи и ковроделия обнаружены в Алтайском крае ковер Пазирик, возрастом 4500 лет, который является самым старым полностью сохранившимся ковром в мире. Также украшен красным цветом. Даже сейчас на стенах армянских сверквей можно увидеть следы в Ортан-Кармир, которые не потускнели. Следы лучших из образцов миниатюры, сохранившиеся в монастырских комплексах Ахтала и Кабайш. Европарламент опубликовал резолюцию, принятую 13 июля, о предложениях по реформе условий прозрачности, подотчетности и борьбы с коррупцией, которые относятся к Баку. Как передает Армен Пресс в пунктах резолюции, в числе нарушений, совершенных другими странами и организациями, отмечается также, что Баку осуществил широкомасштабное воздействие и действия, вызывающие обоснованные подозрения в коррупции в отношении депутатов ПАСЕ. Также отмечается, что Баку предотвратил расследование в связи с выборами, также скрыл нарушения прав человека. Правительство Западной Армении напоминает, непосредственно после 44-дневной войны 2020 года наше правительство осудило и осуждает инициальную оккупационную политику Баку в отношении являющей части Западной Армении Арцаха и проживающих там народа. Человечеству известно, что власти Баку – незаконная структура, созданная на территории других народов, которые по сей день продолжают политику насильственной ассимиляции. В официальных данных, опубликованных в Баку, нет лазеров, талышей, татов, курдов и езитов. С начала своего образования с 1918 по 1919 года Баку истребляет коренных жителей региона армян. Истребляет также в 1989 году, продолжая это и по сей день. План к Баку больше не действует. Республика Западной Армении уже предпринимает действенные шаги. Мы неоднократно отмечали на основании полномочий жителей Шуши президенту Арменаку Абрамяну ССПЧ уже начал судебный процесс против Баку. Армения завоевала пять медалей на Международной Олимпиаде по физике. В Токио с 10 по 17 июля прошла 53-я Международная Олимпиада по физике, в которой приняли участие школьники из 80 стран мира. Сборная Армении из пяти участников завоевала одну серебряную и четыре брозовые медали. Серебряную медаль в копилку армянской сборной принес Офсет Карапетян, ученик 12 класса старшей школы Национального политехнического университета Армении. В розовые награды получили воспитанники Ереванской физико-математической спецшколы имени Шагиняна Арек Барсиан, Мария Аракелян, Вячеслав Петрусян, учащиеся 12 класса и Арсен Агаян, 11-классник. Команду Армении возглавили учителя школы имени Шагиняна, Билор Киргинян и Гранд Топчан. Полная статья доступна по указанной ссылке. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!